Михаил Макиенко. Как бабы Яги сказку спасали. Глава 2. Сказочная скука. Совсем еще недавно в сказочном лесу все шло своим чередом. Бокатыри сражались со змеем Горынычем, гуси-лебеди детей воровали, соловей-разбойник свистел так, что прохожие люди теряли сознание, а потом недоумевали, кто же свистнул в их денежки. Но вдруг все изменилось. Стали происходить странные вещи. Кощей бессмертный бросил интересоваться принцессами, дерево с молодильными яблоками перестало давать плоды, жар птицы прекратила излучать свет и тепло. Напала на сказку скука и безразличие. Только три бабы Яги, три неразлучные сестрицы, знали в чем дело. В избушке на курьих ножках, как и положено, был полный беспорядок. В углу стояла треснувшая ступа, совершенно непригодная для полетов. На ржавом гвозде висела шапка-невидимка, старательно обглоданная молью. Потолок покосился, и казалось, что он держится на одной паутине. На печи красовалась надпись «Кощей дурак». Лет пятьсот назад ее нацарапал Иван Царевич, который был здесь проездом. Старшая баба Яга лежала на дубовой лавке и тоскливо разглядывала эту эпитафию. Средняя сестрица с силой втирала ей в костяную ногу какую-то мазь, похожую на скисший йогурт. Костяная нога слегка дымилась от этой процедуры, как будто из нее добывали огонь. «Ты мазь-то не жалей! Погуще сдабливай! Скрипит, каянная! Спас нет!» «У вас этой мази всего на тридцать бочек осталось! Лет на шестьсот хватит! А потом что?» Средняя баба Яга была самой глупой, но очень экономной. «Не прожить нам, сестрица, столько лет!» — вздохнула старшая. «Как не прожить? Мы же вечные! Бабы Яги живут только в сказках!» На дворе двадцатый век колготится. Сказки про нас никто не читает, новые никто не сочиняет. Мы теперь еще бездельные! Ну ладно, хватит! Старшая баба Яга прошлась по комнате. Скрип в ноге пропал. Средняя потащила остатки мази в чулан. Через некоторое время оттуда донеслось. «А раньше-то бывало!» «То тебя, Ленг, в печку хитростью заманит, то, Иван-дурак, такое вытворять начнешь, что и вспоминать-то стыдно!» «Так он ж дурак! Че с него возьмешь-то?» В чулане раздался страшный грохот, и на пороге появилась средняя баба Яга с огромной шишкой на лбу. Сестры давно привыкли, что с ней что-то происходит. Пойдет за водой, обязательно в колодец валится. Каш сварит, то на себя ее выльет. Бестолковый одним словом, но такая инициативная. Однажды притащила невесть откуда железяку. Змей Горыныч сказывал очень нужную в хозяйстве вещь. Огненный тушитель называется. Баба Яги заинтересованно смотрели на эту диковинку, а средняя решила продемонстрировать ее действие. Она повернула рычажок и силой на него нажала. Повалил белый пар, потом забила пена, огнетушитель взмыл к потолку и завертелся волчком. Пытаясь вернуться, сестрицы бегали по избушке, сметая все на своем пути. И огнетушитель не отставал. Перебил посуду, раздавил печь и, проломив дверь, вылетел во двор. Там он еще немного полетал, обильно поливая ядовитой пеной белье на веревке. Затем вернулся в избушку, сильно стукнул Бабу Ягу, среднюю, естественно, по голове. И только после этого улетел в сторону леса, приветливо помахивая пенным хвостом. Эх, какая жизнь была! Просто сказка! Мечтательно произнесла средняя Баба Яга. Испоткнувшийся порог грохнулась на пол. Коль сказки нет, так и помирать пора. А ты мазь жалеешь, старшая вздохнула и полезла на печь. А помирать-то не хочется. А так жить тебе хочется, раздался с печи злобный голосок. Никто не потревожит, коргой старый не назовет. Царевна-легушка в девках засиделась. Гуси-лебеди в зоопарк улетели. Рушится жизнь сказочная. Может, еще случится в нашем лесу сказка, задумчиво сказала средняя и накрыла сестру одеялом в цветастых заплатах. Нет, сестрица, лес уже не тот. Вот давеча ходила по лесу. Подхожу к реке, а она белая, как молоко. А берег склизкий такой, ну прям кисель. Так это же молочная река, кисельные берега. Старшая Баба Яга подскочила на печи. Нечисть ты не цивилизованная! Там везде трубы торчат. А из них какая-то гадость в реку льется. И дух тяжелый идет. Всю речку испоганили. В гневе она была страшна, и средняя сестра решила поменять тему беседы. А где наша младшенькая? Заискивающую пролепетала она. Уж выпь три раза проорала, а ее все нет. Может быть, она отыскала что-нибудь сказочное? Старшая даже позеленела от злости. Да что она отыщет в этом лесу-то? А может, она в соседний лес пошла? Была я там, проскрежетала старшая. Выхожу на опушку. Вдруг что-то как загудит, как засвистит. Аж деревья согнулись. Вижу, соловей-разбойник. С кем-то силой меряется? Кому-то голодариков нашвыривается? Надежда спросила средняя. Если бы. Сидит бедолага на пеньке, как будто ему это голодариков нашвыряли. И с такой тоской на самолеты смотрит. На ковры самолеты? Глупость средней бабы-яги начинала не на шутку раздражать старшую. Да ну тебя! У них все пораздельно. Ковры в горницах висят, а самолет на опушке стоят. А опушку нашу они яродром переназвали. А что там соловушка делает? Какой соловушка? Ну, наш разбойник. Чего он, свистит-то там? У старшей бабы-яги на нервной почве стал дергаться глаз. Да это самолеты свистят. А соловушка сидит на пеньке, смотрит на них и плачет вот такими слезами. Эх, пропал сказочный лес. Плачет. А ведь какой веселый был. Пойду за водой и схожу. Сходи, сходи. Старшая повернулась к стене и закончила уже тихо. Надоела до злогоря. Средняя взяла ведра и направилась к выходу. Но тут дверь с треском распахнулась. Сильно ударив ее по лбу, она с криком отлетела в угол, потирая на лбу новую шишку. Ведра загрохотали по полу. Старшая баба-яга свалилась с печи. В дверях стояла младшая баба-яга. Лицо ее сияло. Тоскуйте, коряги старые. А я нашла в нашем лесу что-то сказочное. Субтитры создавал DimaTorzok